Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Дорогие телезрители, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. В прошлый раз мы изучили вести к церковам в Смирне и в Пергаме. И мы поняли, что в Пергаме начался период такого своеобразного духовного упадка. И комментаторы говорят, что это время постапостольского служения и жизни церкови, и в церковь начало проникать отступление и упадок. Но вот Бог обращается также и к церкови в Фиатире. Фиатира – это период компромисса, это период, когда церковь уже начала заменять Библию преданиями и учением о спасении через дела. Какой общий фон всей этой вести? Где находился этот город? Чем он славился? И Фиатира находилась в 60 километрах к юго-востоку от Пергама. Это был самый маленький и незначительный город из всех вот этих городов малоосийской территории. Но здесь, в этом городе, производили краски, шерсть, материю, шерстяные вещи. И как мы читаем в деянии 16 глава 14 тексте, Лидия, торговавшая багряницей, у кого обратил апостол Павел, также была из города Фиатир. Жители города Фиатир, они были в основном бедными ремесленниками. Но что происходило в этом городе? В этом городе начали образовываться так называемые торговые союзы и торговые гильдии. Своеобразные профессиональные союзы, профсоюзы. И вот эта опасность начала угрожать христианской церкови. Эта опасность исходила именно от этих гильдий. Потому что купец или торговец не мог работать или вообще зарабатывать себе денег, если он не принадлежал какой-либо гильдии. Члены гильдии должны были в данном случае участвовать в разных вот этих празднествах, ритуалах, вкушать и доложертвенное вот это мясо и поклоняться своему покровителю Богу. И вот это был очень темный и трудный период в истории христианской церкови, потому что постепенно церковь умирала духовно, постепенно она допускала грех и принимала все то учение, которое противоречило Библии. Люди все больше и больше отступали от простоты и чистоты Евангелия. Все больше и больше спасения через дела, через какие-то ритуалы, через какие-то свои усилия стали затемнять истину о Сыне Божьем, о благодати Божьей. И вот церковь Феатир, и это послание к церкови Феатир, оно одно из самых длинных из этих семи церковей. Интересно, что здесь к христианам Христос обращается как Сын Божий. Когда мы читаем в первой главе, то мы видим Иисуса Христа как Сына Человеческого. Здесь Он является как Сын Божий, который имеет способность проникать внутрь. Он имеет очи огненные. Это символизирует Его способность видеть сокровенное в сердцах людей, проникать внутрь. Он Сын Божий. Здесь в послании к церкови Феатиры, 2 глава с 18 по 29 тексты, мы читаем, что Он имеет ноги, подобные халкаливану, то есть ноги, подобные отполированной меди. Господь пытается отразить свою бескомпромиссную устойчивость. Он пытается показать, что церковь находится под пристальным и неусыпным вниманием и опекой. Он надзирает, Он проникает, Он не оставляет церковь даже в таком состоянии, в которое впадало последнее. Как оценивает Иисус Христос состояние своей церкови, церкови Феатире? Он говорит, что эта церковь, да, она внешне активна, она полная любви и веры, но она разделенная церковь. Она, хоть и развивающаяся церковь, но ее последние дела больше первых. Однако активность не подразумевает верности. Здесь Христос делает акцент на том, что у церкови в Феатире есть проблемы, и эти проблемы внутренние. Эта опасность исходит изнутри, потому что есть люди, кто претендуют на то, что им дана власть от Бога, но они уводят в сторону церковь Божью, потому что они внедрили очень опасную доктрину, доктрину компромисса. И вот здесь, когда мы читаем в 20-м тексте, Христос обращается к этой церкви и говорит, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчествую, учить и вводить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одер и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Здесь вступает в силу новое понятие, которое называется «жена Иезавель». Почему Христос обращается здесь к церкови под этим именем, упоминает это имя? Он пытается, Христос, возбудить в памяти христиан историю жены израильского царя Ахава, которая вводила Израиль в идолопоклонство и грех. И интересно, что Иезавель это возглавила движение идолопоклонничества и отступления от Бога. И далее мы читаем и понимаем из этих текстов, что по всей видимости в этой церкови Феатир была такая женщина, которая шла по стопам вот этой Иезавели, жены Ахава, и она пыталась склонить церковь и христиан к компромиссу с мирскими стандартами. По всей видимости, она пыталась побудить христиан участвовать в деятельности торговых союзов. И когда работали эти торговые союзы, у них были неофициальные встречи, и там они занимались пьянством, идолопоклонством и половой распущенностью. И христиане призывались участвовать во всем этом для того, чтобы происходило процветание бизнеса и коммерческого производства. Все это они должны были делать для процветания. Большая часть Феатирской церкви слушала ее, и поэтому церковь пошла на компромисс. И Изавелись Феатиры претендовала на пророческий дар. Она побуждала компромиссу. И церковь Феатиры попала в другую крайность, противоположную крайность. Она приняла это ложное учение, хоть и имела евангельскую любовь, но извратила верную доктрину, и таким образом была нарушена чистота и целостность евангельского учения. Христос обращается к Феатирской церкови и говорит, чтобы она покаялась. Христиане должны пересмотреть все свои вот эти подходы. Они должны обратиться. В противном случае Бог говорит, «Я пошлю вам великую скорбь» в 22 тексте, «И повергаю ее на Одар и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Мы вспоминаем Ахава и суд над Ахавом и над его потомками, семидесяти сыновьями, которые совершил в Ветхом Завете Ииуй. Таким образом, Христос говорит, что если не будет покаяния, если не будет пересмотра, то он не сможет больше защищать и благословлять эту церковь. Далее, в 23 тексте, «И детей ее поражу смертью». Разумеют все церкови, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Итак, сердце – это местонахождение рассудка и воли, почки или внутренности. В английском переводе «внутренности» переводится как «почки». Это местонахождение эмоций и тайных мыслей и мотивов. И Христос через этот текст пытается указать церковь Феотир и нам, что ничто не сокрыто от всепроникающего взгляда его очей. Он испытывает все внутренности наши, он видит сердца наши, он видит, насколько наше сердце принадлежит ему и верно ему. Какой совет дает Иисус Христос церкови? Он называет прочими тех, кто остался верен в этой церкови учению евангельскому, учению Библии. Он говорит, что эти прочие, они не приняли глубины сатанинские, то есть они не приняли вот это ложное учение николаитов или последователей Иезавели, они остались верны Богу. В чем была вот эта ересь и заблуждение вот этого учения? То есть они говорили, что ты, христианин, должен знать глубины сатанинские. Это хорошо, если ты знаешь, потому что тогда ты почувствуешь большую свободу во Христе и по-настоящему больше оценишь благодать Божью. И они с большим скептицизмом и жалостью относились к тем христианам, которые оставались в начальном учении апостолов, которые боялись участвовать в торговых вот этих сделках, гильдиях, союзах и боялись соединяться с миром. И поэтому Христос советует вот этим верным и говорит, оставайтесь твердыми. Какой вывод, какое обетование предлагает нам Бог? Победителям церкови Феатиры Господь предлагает венец жизни. В 26 тексте и 29. Итак, два важных момента предлагает победителям церкови Феатиры Господь Иисус Христос. Власть над язычниками. Когда будет установлена эта власть? Это обетование будет исполнено уже при установлении небесного Божьего Царства, когда небесный Иерусалим будет спуститься с неба и утвердиться здесь на земле. И второе. Он обещает звезду утреннюю. Победители будут со Христом. Победители будут постоянно в живых отношениях со Христом. Они воцарятся с Ним. Они будут иметь с Ним близкие, тесные взаимоотношения. Они больше никогда не потеряют Его и проведут с Ним всю вечность. Таким образом, самый важный вывод, который мы, как христиане 21 века, можем сделать сегодня, здесь и сейчас, принимая весть церкови Феатир, Феатир заключается в том, что опыт меньшинства доказывает, что любовь и вера, проявленные в христианском служении и терпении, они могут существовать даже там, где большинство церкови будет выбирать компромисс с мирскими стандартами и воспринимать нехристианский образ жизни. Бог хочет благословить верных. Бог может благословить верных. Бог желает этого сделать. Он ожидает нас, чтобы звезда утренняя, Господь Иисус Христос, зажегся в наших сердцах, и чтобы мы твердо держались Его упования и надежды и ожидали славного Его пришествия. Мы переходим к Сардисской церкви и посмотрим, что же Иисус Христос говорит этой церкови. Так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий обличется в белой одежде, не осглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. В этих текстах мы видим, что Бог обращается к христианам уже другого периода. Периода, который называется период мертвый, период духовного самодовольства, период формализма. Как интересно проследить, что церковь, которая находилась в раннеапостольское время, она горела любовью. Потом начались жестокие гонения, это церковь Смирна. Потом пришло время духовного упадка, это церковь Пергам. Потом наступила эпоха компромисса и замены Библии разными преданиями, это церковь Фиатира. И вот мы, все это приводит нас к церкови Сардиса, сардистской церкови. Время, когда уже сардистский период характеризуется протестантской схоластикой. Прошли времена ярких реформаторов. Церковь была пробуждена, и она постепенно погрязла в жаркие доктринальные споры и баталии. Философский рационализм, формализм, духовная литургия вошли в ряды церкови. Секуляризм начал завоевывать сердца людей, и все это сводило на нет спасительную благодать Евангелия. Церковь вступила в богословские споры, она начала духовно умирать. И это период как раз церкови Сардиса. Чем характеризовался город Сардис? Он располагался в 50 километров от Фиатиры и был одним из величайших городов Древнего мира. Здесь у него правителем был богатый царь Крес. Она была столицей Лидии. И во времена Иоанна вся гордость и слава города были в прошлом, чем в настоящем. Но самое интересное, что здесь также была богиня этого города, ее звали Кибела, и в ее храме хозяйничали жрецы-евнухи. И вот Христос говорит, что в Сардисе есть умирающая церковь. Христос приходит к этой церкови, пытается пробудить ее, пытается излить свой пробуждающий дух на нее, чтобы оживотворить, оживить эту мертвую церковь. Судьба этой церкови находится в руках Христа. И Христос пытается достучаться до этой церкови, чтобы она вняла его предостережению. Но, как мы видим, в этой вести тон в самом начале очень тревожный. Почему он тревожный? Потому что церковь Сардиса не получает одобрения от Иисуса Христа. Христиане этой церкови, интересно, не обвиняются во грехе, но вся беда в том, что они безжизнены. Они не имеют силы и присутствия Святого Духа. У них нет признаков духовной жизни. Они вроде имеют хорошую репутацию, но они во грехе, потому что имеют, как впоследствии писал апостол Павел, вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Интересно, что христиане Сардиса впитали дух города, дух жителей города, потому что город, он находился на возвышенном холме, он имел такое выгодное положение, имел крепость и славился надежностью. И вот это местоположение города превратило жителей последнего в таких самоуверенных людей, которые даже не выставляли стражу. И дважды в течение истории этого города происходил захват из-за беспечности жителей этого города, потому что они были самодовольными, самоуверенными и не выставляли стражу. Первый захват произошел во время Кира Персидского в 549 году до нашей эры, и второй захват во время Антиоха в 218 году до нашей эры. Люди, жители города были беспечны, они не выставили стражу, и эта же беспечность вошла в церковь. Поэтому Христос пробуждает и говорит, бодрствуй, пробудись, потому что ты находишься, церковь, в серьезной беде. Интересно, что эта церковь не показывает духовного роста. Она остановилась, эта церковь. Она близка к смерти, как говорит библейский текст, потому что здесь царствует духовная литургия и духовная смерть. Эти христиане, они только по имени христиане, они номинальные христиане. И христиане могут быть спасены от духовной литургии и близкого суда лишь в том случае, если они пробудятся. Господь пытается их пробудить, но они не бодрствуют, они не находятся на страже. И христиане должны усвоить урок из истории города Сардис, осознать серьезность своего положения и пробудиться от безжизненного состояния. Потому что апостол Павел далее христианам писал «Восстань, спящий из мертвых, и да осветит тебя Христос». Какой совет направляет Иисус Христос этой церкови? Важно вспомнить прежнюю любовь и прежнюю преданность к Иисусу Христу. Надо не только помнить, но и сохранить это прошлое. И надо не просто принять и слышать, но и воплотить это в жизнь. Иисус призывает к решительному разрыву с настоящим положением и призывает к покаянию. Но интересно, что эта весть также актуальна и для нас, христиан, живущих в 21 веке, потому что мы читаем в Евангелии и в посланиях апостолов, что мы, живущие как последнее поколение перед пришествием Иисуса Христа, также будем проявлять беспечность и духовную литургию. Также и мы будем меньше всего ждать скорого и быстрого пришествия Иисуса Христа. И поэтому мы, как и христиане Сардиса, можем не ожидать пришествия Иисуса Христа, можем не бодрствовать, можем не взирать на Иисуса Христа, но Господь дает нам еще один шанс. Он обращается к нам, Он говорит и убеждает нас, чтобы мы изменили свое отношение, чтобы пришествие Иисуса Христа не застало нас врасплох. Мы вспоминаем слова апостола Павла, который писал в 1 Фессалоникийцам 5 глава 2 тексте, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, то тогда придет пагуба и не избегнут». Но интересно, что Бог дает очень такое обетование, очень важное обетование, что все-таки в этой церкови Сардис есть несколько человек, которые не пошли на компромисс со грехом, которые остались верны Господу, потому что Бог их находит достойными. Они обличены в белые одежды, потому что белая одежда – это отношение с Господом, это праведность Христа, это духовное чистое состояние, когда человек общается с Богом. Господь дает обетование этой церкови. И он говорит, здесь такое тройное обетование дает и говорит, что вы обличетесь в белые одежды. Вот если вы победите, если вы примете призыв Божий и станете победителями, обличетесь в белые одежды, то я вас найду достойным. Итак, первое, одно из обетований, тройное обетование Бог дает. Первое обетование – вы можете облечься в белые одежды, и Господь говорит, я обещаю дать их. Второе обетование – Господь говорит, этим христианам дастся новое имя, то есть я не изглажу имени этого христианина из книги жизни. Это означает, что Бог сохранит имя этого человека, этого христианина в книге жизни. Этот человек будет навеки спасен верой в Господа нашего Иисуса Христа. Верой этот христианин примет смерть Христа на Голговском христе. И Бог больше не лишит этого человека вечной жизни. И третье обетование, третье обещание, которое Бог дает, говорит, Христос исповедует имя верного человека побеждающего перед Отцом Его и перед Ангелами Его. Те, кто сохранили свои одежды незапятнанными, те, кто признали Иисуса в этой жизни, они также будут признаны Иисусом Христом при Его пришествии. Весть к церкови Сардиса – это мощный призыв к тем, кто чувствует половинчатость своего служения. То есть через эту весть Господь пытается пробудить, особенно тех, которым тяжело продолжать служить Богу. Но случившееся с христианами Сардиса может произойти с каждым из нас, где бы он и когда бы он не жил. То, что церковь была когда-то верна Господу, это не означает и не гарантирует, что она будет верной всегда. Единственный путь вернуть прежний искренний энтузиазм и посвящение Христу заключается в тромб, чтобы хранить свежую память об опыте прошлого и применять его в настоящем. В жизни каждого христианина, оставившего ревностную любовь, должно настать время твердого, радикального решения, позволяющего начать все сначала. Такое решение ставит Бога на то место в жизни, в котором он и должен находиться. Завершая наши размышления об этих двух церковах, я еще раз хотел бы прочитать последние тексты 5-6-3 главы этого отрывка, касающегося Сардисской церкови. Бог обращается к нам сегодня со всей искренностью и верой, пытается пробудить нашу веру, пытается зажечь в нас пыл ревностной христианской любви, и мы можем откликнуться на этот зов и встать на его путь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин